МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Моё сегодняшнее выступление будет посвящено сказкам Владимира Ивановича Даля, тому, как его жизненный опыт, опыт личный, а также опыт учёного отразился в этих сказках. Но начать я хочу с общего рассуждения. Как определить Владимира Ивановича Даля и его место в русской культуре, в русской истории? Наиболее часто встречающиеся определения, и я с ними полностью согласен, такие трудолюбец. Да, действительно, это человек, который трудился всю свою жизнь. И второго такого человека трудно назвать. Правдолюбец. Он всю жизнь боролся за правду. Ну, и народолюбец. Он любил народ. Если мы обобщим все или попытаемся соединить вот эти три определения, то мы получим, на мой взгляд, конечно, такое, первооткрывателем. И вот количество открытых им стилей, жанров, тем, идей, видов деятельности, открытых и внедрённых в литературу, в филологию в широком смысле, в наше гуманитарное создание, не подлежит просто учёту. Что и подтверждает долеведение его развития науки о творчестве Владимира Ивановича Даля. Мы остановимся сегодня на сказках Владимира Ивановича Даля. Они тем более достойны внимания, что хотя Владимир Иванович Даль писал произведения, можно сказать, с подросткового возраста, уже в морском кадетском корпусе, печатался во время обучения в Дербском университете, однако выход его, вход в литературу задержался. Это произошло по целому ряду причин, мы сейчас здесь о них говорить не будем, но когда он в 32-м году после окончания русско-турецкой кампании, польского похода, вернулся в Россию, то решил наконец-то заняться литературным трудом и научной деятельностью в полной мере. Об этом сохранился целый ряд его высказываний, воспоминаний, но в данном случае мы обращаем внимание на следующий факт. Начинает он в 32-м году, а уже в 36-м году он становится фигурой одной из первых, одной из первых среди русских писателей. И именно в конце 36-го года он выступает со своей знаменитой статьей во всеуслышание, где призывает русских писателей к объединению. Хотел бы напомнить, что ситуация, которая была тогда в литературе, во многом напоминала ту, которая сложилась вот сейчас. Я говорю литература, но я подразумеваю журналистику, потому что литература начала 19-го века и журналистика неотделимы друг от друга. И все выдающиеся писатели того времени были выдающимися журналистами, а то и сами занимались издательской деятельностью. Четыре года, невероятный срок. Ни один писатель в своем развитии не мог похвастаться таким вот стремительным ростом. А тем не менее Владимиру Ивановичу удалось. Статья это не увидела. Свет, хотя она находилась в редакции современника журнала, выпускаемого Пушкиным, однако смерть Александра Сергеевича не позволила появиться в печати, а затем цензурное преследование и ужесточение самого поля коммуникативного в России не позволили это сделать. И появилась эта публикация уже после ухода Владимира Ивановича Даля. Особую роль в таком стремительном росте сыграли сказки, которые Владимир Иванович выпустил в 1832 году. Назывались они следующим образом. Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Владимир Луганский это псевдоним Владимира Ивановича Даля. Тем самым он прославил наш город и навсегда ввел его не только в русскую, но и в мировую историю. Не будь этого популярность нашего города и его известность была бы менее широкой. Сказки эти были построены на тех материалах, которые Владимир Иванович Даль собирал и во время своих походов, во время участия в войнах, о чем я уже говорил, ну а перед этим напомню в начале двадцатых годов он служил на Черноморском флоте, где тоже собирал фольклорные жанры различного типа. Ну особо я хотел бы из этой книжки, а из названия вытекать, что там было пять сказок, две, которые появились при публикации, это сказка, я кратко называю сказки, потому что они тоже имеют длинное название, как и наименование самой книги, о Иване молодом сержанте, это первая сказка, и пятая сказка, это о похождениях черта послушника Сидора Полякарповича. Сразу же замечу, что вот эта пятая сказка о похождениях черта послушника Сидора Полякарповича появилась в последний момент, уже непосредственно перед выпуском книги, потому что в анонсах, которые помещал тогда в центральной прессе, выражаясь на современном языке, Владимир Иванович Даль, здесь началась другая сказка, Сила Калиныч, по каким-то причинам считается, что поцензурным, он ее изъял и сборник был пропущен, но сразу же запрещен, а сам Даль на краткое время арестован, но там не больше суток он находился под следствием, под арестом. На этом останавливаться не буду, потому что об этом написано очень много и все желающие могут ознакомиться и у Парадоминского, и у Майя Бессараба, и еще у многих других исследователей. Дело заключается в том, что вторая сказка «Похождение в черта послушника» во многих отношениях не уступала по своей остроте обличению недостатков существующего строя Силе Калинычу. Сила Калиныч это имя главного героя, солдата. Естественно, эти сказки стали сразу же популярными. Ну, всем известно, что на Руси очень уважают обиженных. Сказки были проникновенными. Таких сказок никто до Даля не писал. Да, кстати говоря, слишком мало людей, которые писали и после Даля. Вот, может быть, только Александр Трифонович Твардовский, который написал Василий Теркин, поднялся до Далевского уровня. А так только какие-то отдельные элементы вырывались из сказок и внедрялись в прозе военной, я имею в виду. Так я говорю в основном сейчас о солдатских сказках. Даль хотела публиковать силу Калиныча. Сама сказка была написана еще в 1829 году до ухода Даля на до отъезда Даля на Балканский театр русско-турецкой компании. А произошло это и произошло это весной. Даль передал эту сказку своего друга известного поэта в свою очередь друга Пушкина Николая Михайловича Языкова в московский телеграф Полевому. Но Полевой редактор журнала отказался опубликовать эту сказку. Даль предпринимает еще раз уже после возвращения в Россию опубликовать эту сказку. но опять не получается. Затем вот ее он пытается опубликовать в сборнике русской сказки. Не получается. После этого нам известно о нескольких попытках публикации данной сказки. Однако ничего не получилось. И вплоть до конца своей деятельности Владимир Иванович не смог ее опубликовать. Появилась она в печати только в 1966 году опубликовала ее Майя Бессараб известная долеветка. А ей копию этой сказки писарскую копию прислал известный тогда искусствовед Кардобовский. Таким образом между написанием сказки и ее публикацией прошло безмазно малого 150 лет. Тем не менее вокруг сказки возникли споры, как и вокруг сборника. Ну и самое главное, здесь возвращаюсь уже после этой небольшой исторической справки к самому сборнику, сам сборник стал очень популярным, потому что у нас в Руси любят страждущих. И имя казака Луганского сразу же внедрилось в литературу, сразу же стало очень популярным. Достаточно сказать, что когда третье отделение решило изъять сказки, многие эти сказки не вернули на основании того, что сказки утеряны. Почему и сохранились эти сборники, и немало их дошло до нашего времени, хотя конечно это очень большой раритет в настоящее время. Но сам факт свидетельствует об этой невероятной популярности. Чем же потрясли публику сказки, да и сейчас, если кто будет читать внимательно и учитываться, тоже будет удивлен. Во-первых, там удивительным образом сочетались намеки на политическую жизнь, на историческую жизнь, разговорная лексика, народная лексика, официальное клише и так далее, и так далее. Но самое главное это судьба солдата. Значит, в первой сказке это Иван молодой сержант. Служили тогда 25 лет, напоминаю. И вот уже не выносит он преследований на службе, решает покинуть службу, но тут встречает девицу Екатерину и она советует ему вернуться на службу, примириться, ну и соответственно выходит замуж за Ивана молодого сержанта. Тем самым утверждается приоритет семейных ценностей и очень важная роль семьи в русском обществе. Ну а конечно невеста предстает очень смелой женщиной. в конце концов Иван побеждает молодой сержант побеждает своих врагов и становится от народа царем земли той. Нельзя сказать, что в русских народных сказках не было похожих сюжетов. Они были, но вот такая интерпретация была совершенно неожиданной. Ну а в пятой сказке о похождениях черта послушника говорилось о том, как черт по приказанию своего староста из преисподней оказывается на русской земле и начинает вести деятельность по работе с солдатами для того, чтобы они отказались служить царю. ему ничего не дается ни среди матросов, ни затем среди солдат. И очень важно, что Даль показал здесь солдатскую массу, которую, кстати говоря, до него в литературе никто не изображал. За счет пословиц и поговорок он из толпы выделяет отдельные яркие образы. Это вот такие шутки всевозможные, прибаутки, несмотря на те препятствия, которые приходится преодолевать. И в конце концов черт бежит из этой службы и устраивается по части письменной. Но по части письменной дела у него идут хорошо. И он вскоре вызывает из преисподней свою семью, которая приезжает в Россию и тоже хорошо устраивается. Ну, понятны намеки, которые здесь содержатся, расшифровывать их не имеет смысла, они понятны. Ну, и Сила Калиныч, это сказка о солдате, который служит не 25 лет уже, а 33 года. О нем забыли. Кому он не обращается, ничего не могут сделать, и он решает идти на тот свет, так сказать. происходит это как раз под Новый год. Он встречает Всевышнего старца и сперва сторожит его жилище или как, не знаю, даже как сказать, обитель, может быть, так лучше сказать. А затем обстоятельства складываются так, что он носит за плечами три года смерть и с этой смертью общается. А затем обстоятельства складываются так, что он попадает сперва в рай, но в рай он не уживается с праведными, и они его выгоняют оттуда, обратившись к Богу, к Богу, помогает им это сделать. Его переводят в ад, но и черти не выдерживают общения с ним по той простой причине, что он развешивает везде свою амуницию и начинает чертей учить чему? службе, воинскому артикулу. Этого они не выдерживают, причем используют очень интересный способ для того, чтобы выгнать его из ада. Они бьют тревогу, и когда Сила Калиныч по привычке с ружьем выскакивает, они закрывают дверь, и вернуться он не может. Поэтому ему приходится возвращаться на землю. Это в двух словах. Если в целом сказать о сюжетах вот этих самых сказок, обращаю ваше внимание, что они очень тесно связаны друг с другом. Если мы сохраняем первый вариант построения сборника, то есть обывание молодого сержанта Исилия Калиныча, то как бы судьба Ивана продолжается в этой сказке. Вот он только начал службу, но его ожидает вот такая судьба. И 33 года. Нужно сказать, что когда Твардовский писал Василия Теркина, а там есть глава «Смерть и воин», то за основу взял вот эти сказки Даля. А затем в будущем, создавая Василия Теркина на том свете, он говаривал о том, что именно вот эта сказка «Смерть и воин» дала толчок для написания именно Теркина на том свете. Кстати, эта сказка была опубликована на три года раньше, нежели сказка, упомянутая мною, сказка «Сила Калиныч». Между Силой Калинычем и этой сказкой существует много параллелей, ну, на них я остановиться не могу. Эти сказки имели продолжение в русской литературе. Точно так же, как и другие открытия Даля, можно сказать о том, что он является родоначальником русского физиологического очерка. Вместо дотошного последовательного изображения социальных условий, здесь изображается человек, который все-таки во многом своеобразен, он суверенен и часто поступает вопреки своим основным обязанностям. Ну, завершаю на этом свое краткое выступление. Прошу извините, если немного затянул его. Хочу сказать только одно, что именно творчество Даля является залогом нашего движения, нашего, я имею ввиду, движения русского мира, прежде всего, вперед. Без изучения творческого наследия Даля это движение невозможно. Его словарь является матрицей для развития русской культуры. Русская культура Русская 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 Русская